Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минско-городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. С начала года на пожар и загорание столичные спасатели выезжали более 500 раз. В результате последствий пожаров погибли 7 человек, еще 18 пострадали. Далее о наиболее резонансных происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. К сожалению, немногие придают значение тому, что зарядные устройства и аккумуляторы смартфонов являются предметами повышенной пожарной опасности. Случаи ЧС, связанные с их неправильной эксплуатацией, происходят все чаще. Пример того происшествия с 40-летним мужчиной, серьезно пострадавшим от взрыва портативного зарядного устройства смартфона в квартире на улице Московской. Подключив портативку к розетке, он лег спать. В общем, делал то же самое, что и многие из нас. При этом устройство находилось возле головы. Через некоторое время оно взорвалось, причинив мужчине тяжелые термические ожоги головы и руки. Сейчас пострадавший находится в больнице. Еще раз напомню, для соблюдения пожарной безопасности не заряжайте гаджеты, пока вас нет дома или ночью во время сна. Не держите смартфоны в руках во время зарядки. Старайтесь вынимать зарядное устройство из розетки, как только аккумулятор будет заряжен. Минск чрезвычайный. Около 900 человек на прошлой неделе были вынуждены встать из-за парт в столичной школе на улице Слободской. Горело имущество в подсобном помещении на третьем этаже. К счастью, никто не пострадал, ученики и персонал школы были оперативно эвакуированы. Уже после пожара к медикам обратился заместитель директора по хозяйственной работе, который до приезда спасателей самостоятельно пытался справиться с возгоранием и успел надышаться дымом. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. И еще об одном происшествии в этот день. В боксе гаражного кооператива на Лыньково произошел взрыв, а после пожар. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. В результате ЧП повреждены три гаража и три автомобиля. Предварительная версия – взрыв газовоздушной смеси при проведении ремонтных работ. Минск чрезвычайный. И еще раз на минувшей неделе улица Лыньково фигурировала в сводках спасателей. Воскресным утром из квартиры в больничную палату с ожогами отправились сразу трое жителей столичной многоэтажки. По предварительной версии, короткое замыкание электропроводки светильника стало причиной пожара. 91-летнюю супругу хозяина спасатели обнаружили прямо в горящей комнате. Сам мужчина и его 70-летняя дочь помощи ожидали на балконе. Эвакуация других жильцов не требовалась. Уважаемые радиослушатели, чтобы избежать подобных ЧАЭС, следите за исправностью электрооборудования и эксплуатируйте его в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова